Где-то через пакет очень хорошо видно, как образуются новые белые корни, которые питают растения, и оно идет дальше в рост. Это идеальный саженец. Он точно приживется и даст плоды. В отличие от подделки, старые растения без прививки сертификатов нередко появляются в продаже. Саженцы, которые не были реализованы в период покоя, то есть ранней весной, до засушливого периода, они расфасовывают по пакетам, добавляют туда грунт, субстрат и продают под видом закрытой корневой системы. Эти саженцы, не наросла корневая система в них, и поэтому будет слабая приживаемость. В самый сезон продаж саженца специалисты Россельхознадзора провели рейд в поисках незаконной торговли. И первый же продавец оказался недобросовестным, без документов и сертификата. Теперь женщину ждет административный штраф, правда весьма небольшой, от 500 до 1000 рублей. Главное это требовать у продавцов документы, которые желающие качество. Если данные документы продавец затрудняется, когда стремит, мотивируя, что данные саженцы с своего участка сами вырастут, то лучше обойти стороной, поскольку приобретая сегодня саженцы, то есть вы надеетесь на получение урожая в ближайшие три года, да, и качество саженцев не дадут урожая, и будет потрачено и время, и ваши инфраструкции. Документы отсутствуют? Документы? Заткань установлены, происхождение тоже. В смысле? Я ничего такого не понимаю. Это ваши? А я вот в этом плане, я привыкла по-простому жить, по-про-про-дорозному. Подобные рейды Росельхознадзор проводит с начала весеннего посадочного сезона. И за это время административное дело успели завести уже на 60 продавцов. Агрономы советуют при покупке молоденькой яблони, груши или сливы обращать внимание на состояние корней и листьев. Как правило, дерево не должно цвести, а быть в состоянии покоя. И не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат. Тогда вы точно не купите кота в горшке. Маргарита Гартунг, Алексей Фризен. День с толком.